Звука, раз, раз, раз. Только что помолились, как раз утреннюю молитву шахарит. И теперь у нас будет урок Торы. Сегодня короткий, 20 минут, потому что я сюда приехал, я провожу сегодня здесь тренинг. И у меня уже начинается в 11, да, у меня в 11 начинаются уже занятия там, поэтому сегодня в 10.20 мы закончим. 10.25, как раз, ровно 20 минут. Хорошо, друзья, значит, шаву а то, всем хорошей недели. Сегодня урок, сегодня Йорция, годовщина ухода из этого мира моей бабушки Бася Батлея. Ее звали Бася, дочка Лея, Бася, дочка Михаила. Папа ее звали, Бася Михайловна она была. И духовная сила от этого урока идет, ей там помогает в раю, чтобы ей дали хорошее место. Улучшить место там, чтобы может она сейчас на какой-то тоже урок Торы попадет кому-то из великих-великих праведников предыдущих поколений. Оно так работает. То есть там духовный мир, он больше, чем материальный. Тут материально мы не успеваем все посмотреть, а духовный он бесконечный, а материальный конечный. Представляете, как там интересно будет? Но там зато есть вечность. Там есть вечность. Хорошо, значит, мы продолжаем изучать книгу «Путь праведников». И, значит, мы уже пять сфер, в которых нужно упование, мы уже прошли. Значит, давайте вспомним. Первое, нужно бетахон, упование на Всевышнего в вопросах здоровья. То есть не надо волноваться, что там что-то будет со здоровьем. Нужно радоваться. Это самый лучший способ улучшить здоровье. Это быть радостным. Второе, нужно упование в бетахон, нужно в вопросах парносы. То есть вот у нас есть одна умная ученица, которая была очень все время тревожная. Потом она перестала тревожиться. И у нее на нее посыпались предложения о работе. Почему? Потому что она такая стала позитивная и такая энергичная, что всем нужны такие сотрудники, которые прям веселые, энергичные, не унывают. Все хотят таких, представляете, продавец, веселый продавец, радостный. Все это, это прям магнит для покупателей. Вот, поэтому тот, кто радостный. И о радости это следствие бетахона. Он, естественно, у него и в бизнесе будет все хорошо. Поэтому нужно не ждать, пока будет хорошо, чтобы обрадоваться. Нужно вначале положиться на Всевышнего, что он даст Бог день, даст Бог пищу. Потом приходит радость. А потом приходит браха, приходит благословение в тех аспектах, где у нас есть бетахон и радость. Третье, нужно полагаться на Всевышнего в том, что касается служения Всевышнему. То есть верить в то, что Всевышний даст нам силы служить Ему. Ну, четвертое, нужно быть, значит, сейчас, секундочку, что-то, может, я пропустил. Мне кажется, пропустил. А, третье, третье было, я пропустил. Третье, это нужно уповать на Всевышнего бетахон в всех аспектах, касаемых семьи, родственников. Что не надо все на себя взваливать. И надо знать, что все равно все делает Всевышний. Поэтому положиться на Всевышнего. Кто хочет помогать, пусть помогает. Но знает, что это Всевышний помогает. Кто не хочет помогать, пускай не помогает. И знает, что Всевышний все равно поможет. Много посланников у Всевышнего, кроме вас. И, значит, все это дает радость. То есть человек, как бы, вот когда он полагается на Всевышнего, он снимает с себя мысленный свой груз, который он на себя взвалил. Потому что все равно все делает Всевышний. Но человек, который думает, что он делает что-то в этом мире, то он, как бы, похож на человека, который толкает. Вы знаете, поезд едет, и кто-то хочет быстрее доехать. И он плечом внутри толкает поезд, типа, ну, чтобы быстрее ехал. Но поезд-то едет, хоть он толкает, хоть не толкает. Поэтому тот, кто полагается на Всевышнего, он понимает, что он едет в поезде. И хоть он волнуется, хоть он не волнуется, все равно все будет так, как Всевышний решил. Дальше четвертое, где надо было уповать. Это вопрос, касаемый к служению Всевышнему. Теперь пятое. Это вопрос, то, что касается заповедей относительно других людей. И вот шестая часть упования. Мы сегодня пришли. Бетахона. Значит, шестая часть касается этого мира. Это упование человека, что он не потратит в этом мире ту долю, которая ждет его в мире грядущем. Это мы тоже проходили уже. И вот седьмая часть упования. Уповать на царя царей, на царями, который правит всем, благословен он, что еще в нынешние дни он даст спасение Израилю и восстановит Иерусалим и храм. То есть мы все ждем, что придет Мессия, придет Машех. Значит, мы все его ждем. Значит, христиане ждут второй раз, что придет тот, кого они считают, что он Машех. У мусульман тоже они кого-то ждут. Я не знаю, как они его называют, кто у них будет Машех. Но мы ждем Машеха. Это потомок царя Давида, который пока не приходил, потому что после его прихода должен обязательно быть третий храм. Вот мы ждем, что в наше время, в нашем поколении будет третий храм, восстановится Иерусалим. Представьте ситуацию. Вот эта книга написана тысячу лет назад. Тысячу лет назад в Израиль был просто пустыня. Там вообще было, ну никто там не жил вообще. Это очень интересно. Вокруг Едипет жили, Ливан жили, Сирия жили. Израиль, никого там не было. Марк Твен приезжал туда еще там лет сто назад. И он прям удивлялся, говорит, это чудо какое-то, это мадия. Почему вокруг все страны населенные, а здесь это просто пустыня какая-то. И вот, значит, евреи жили в изгнании, были рассеяны по всему миру. Причем везде были, ну так как причина ненависти к евреям была обычная. Это грабеж. То есть они жили всегда, жили по Торе, зарабатывали. И всегда, когда есть какая-то проблема, то правитель этой земли, он думает, так, кого бы ограбить. Ну своих он уже ограбил, если он плохой человек. Значит, он думает, кого бы ограбить. О, пришельцы, евреи, значит, все. А как их ограбить? Нельзя же хорошего человека ограбить. Значит, любого хорошего человека объявляем, что он плохой человек. И тогда его можно ограбить все. Это как бы все правители на протяжении всей истории шли по одной схеме. Чтобы кого-то ограбить, нужно его объявить врагом народа. Раз он враг народа, значит, народ имеет право у него все забрать. А кто народ? Правитель. И везде инквизиция, там все, все. Это единственная была причина, почему, значит, евреев изгоняли и почему. То есть их грабили, забирали и, значит, они уходили. Так, теперь, что здесь интересно, да? Представьте, тысячи лет назад он говорит, надо уповать на Всевышнего. Мы вернемся в Иерусалим. И будет храм. Теперь мы видим, что народ Израиля в Израиль вернулся? Вернулся. В Иерусалим вернулся? Вернулся. Осталось на наших глазах, вот нам нужно только сильно уповать и быть уверенными, что в наше время, значит, появится храм. И мы увидим храм. И в этот момент, когда это будет, тоже, вот смотрите, тысяча лет назад написано слова из пророка Ишая. Пророк Ишая жил две с половиной тысячи лет назад. И он говорит, когда придет Всевышний? Когда? Говорит пророк Ишая. Когда наполнится вся земля знанием Всевышнего? Как море полно водами. То есть, когда во всем мире придет знание о Всевышнем, тогда и придет Машех. То есть, именно знание о Всевышнем, когда наполнится земля знанием о Всевышнем, придет Машех. Так что сейчас происходит? Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас этим как раз и занимаемся. То есть, в Аикра мы сообщаем людям о Всевышнем. Но не только мы. Сейчас через интернет наполнилась уже земля знанием о Всевышнем. Уже нет такого, что человек сидит где-то в деревне, в Маугле какой-нибудь, и говорит, А я не слышал, я ничего не слышал. Сейчас все, даже там, где бы он ни сидел, у него телефон есть? Есть. Наполнилась земля знанием о Всевышнем. Значит, все сейчас придет, сказал пророк Ишая, сейчас придет в Машех, потому что полна вся земля знанием о Всевышнем. Восьмая часть, все, с седьмой частью упования мы разобрались. То есть, тот человек, который верит в это. Я помню, как Раф Зильбера все время спрашивали, что вам давало силы во времена Советского Союза, вот вы соблюдали. Причем у него был случай, он работал преподавателем в техникуме. И узнали, что он религиозный, соблюдает. Его вызвали на собрание там и говорят ему, вы знаете, что Карл Маркс доказал, что Бога нет? Он говорит, я не верю, я верю, что Бог есть. Он говорит, а что вы скажете, когда все уже будут, перестанут в Бога верить? Что вы тогда скажете? Он говорит, а я буду, я все равно буду. То есть, не будет такого, что все будут не верить. Он говорит, я буду. Они говорят, вы там портите своих детей, вы их воспитываете религиозно. Он говорит, ну, я не порчу, я им передаю просто свою веру. В общем, его хотели у него забрать детей, все. И вот его в тюрьме он сидел там, ну, очень тяжело ему было. Его спрашивали, а что вам давало силы в тюрьме продолжать соблюдать заповеди? Он говорит, а я верил, что все это закончится в одну секунду. Он говорит, я всегда верил, что я буду в Иерусалиме. Я всегда верил, мне даже снился сон, как я иду по улицам Иерусалима и пою песню, такая музыка звучит, я песню пою. Мне снилось, что я иду по улицам Иерусалима. Я всегда знал, что я буду в Иерусалиме. Хотя это был Советский Союз. Хотя это было вообще, ну, как бы, но он, интересно, у него был случай такой. Он 8 лет пошел в КГБ, значит, чтобы сказать, что отпустите нашу семью в Израиль. А 8 лет ему было, знаете, в каком году? В 25-м, 1925 год, он 17-го года был рождением. Так их всех чуть не посадили. Он там, кто родители этого мальчика? Сейчас мы узнаем, кто хочет из Советского Союза уехать. Представляете? Значит, тот, кто верит. Да, это смешно. Бога нет, сказал Ницше, Ницше нет, сказал Бог. Ницше, вы знаете, он же был сумасшедший. Он в сумасшедшем доме умер, то есть он не просто был сумасшедший, как бы так, сумасшедший, да? Он был конкретно сумасшедший, доказано. То есть это человек, посмотрите на вот этого Ницше, какую он жизнь несчастного прожил. Посмотрите на этого Карла Маркса. То есть это сумасшедшие были, причем негативно сумасшедшие. Хорошо, 8-я часть упования относится к миру будущему. Значит, 7-я, надо верить, что придет в нашем поколении, придет Машех и восстановит храм. 8-я часть бетахона относится к миру будущему. В котором безграничное непостижимое наслаждение. А красота того мира такова, что уста не могут рассказать о ней. И глаза не могут выдержать сияние красоты праведников. Ни еды, ни питья там нет. Вот кто-то спрашивал, а как будет в грядущем мире? Что там в духовном мире? Вот вам ответ. Ни еды, ни питья там нет. Но там есть какое-то особенное сияние красоты. Значит, но не следует считать, что поскольку там нет ни еды, ни питья, то значит там нет наслаждения. Ты должен понять и знать, пишет автор этой книги тысячу лет назад. Учитывайте, что это тысячу лет назад написано. Как рыба не ведает наслаждения летящей птицы. А птицы не ведают наслаждения плывущей рыбы. И почему они не ведают? Природа их противоположна. Птица погибнет в войне. Она не может понять, что хорошо, как приятно плавать. А рыба не может понять, что приятно летать. Так же и живущий в этом мире, где душа смешана с телом, не может познать истинного наслаждения души. То есть мы не можем понять, как там будет, потому что рыба не понимает, как летать, птица не понимает, как плавать под водой. А мы не понимаем, как будет в духовном мире, потому что мы в мире материальном. Мы ощущаем лишь наслаждение тела, а высокое наслаждение души мы не можем ощущать, не можем постичь. Оно познаваемо лишь в результате многих и долгих размышлений. Значит, удостойное после смерти высшей степени наслаждения, то есть наслаждение души, не станет любить наслаждение тела. Почему? Потому что, ну то есть это разного уровня наслаждения. Он говорит, ну если ты хочешь хотя бы какую-то метафору, как это будет, то в этом мире, говорит, ты тоже можешь чуть-чуть узнать о наслаждениях души. То есть это без физических, без еды, без питья, без физических вот этих удовольствий. Например, и он приводит такие интересные примеры, что такое наслаждение души. Когда мстят врагам, месть врагам, да, когда враг погибает, например, и что-то с ним случается, то человек может испытывать радость. Да, я вам честно скажу, я когда вот этот Раисе, который разбился в вертолете, когда он упал, я радовался. Мне было очень приятно, потому что человек, который за две недели до этого нажал кнопку, чтобы 300 ракет по 500 килограмм полетели на Израиль, для того, чтобы уничтожить там каждое ракет, это должна была, ну если бы она попала, куда он ее послал, то она могла уничтожить квартал, в котором живет там, не дай бог, там 300 человек, да. 300 ракет на 300 человек, он хотел, и он прямо ракеты-то летели в мой дом, и когда потом он в вертолете, значит, в туман, и они говорят, непонятно, откуда взялся туман, то есть это не было никакого там физического давлияния. Был Всевышний, который вернул ему то, что он думал сделать. Но я в этот момент радовался, он говорит, вот это вот наслаждение души, когда мстят врагам, когда получают почести от людей, когда видят нечто прекрасное, когда видят любимого сына после долгого отсутствия, и когда слышат добрую весть. Все это наслаждение, получаемое не от еды и питья, то есть там нет физического наслаждения, но это наслаждение души, чтобы мы поняли, что значит будет вот этот рай, как это там будет. Это будет наслаждение души, в котором нет физического наслаждения, но есть более высокого уровня наслаждения, значит, и все это называется, представь себе, каково наслаждение души, когда она поднимается ввысь, где ее ожидают наслаждения высшим сиянием и сиянием Всевышнего. Это наслаждение невозможно описать, его нельзя уподобить никакому наслаждению в этом мире. Как сказал пророк, который удивлялся, он чуть-чуть видел это сияние будущего мира, пророки туда заходят. Как велико благо, которое хранишь ты для боящихся тебя. В Салмах написано вот этот отрывок, как велико то благо, которое хранишь ты для боящихся тебя. И о будущем мире, который есть в пределах всех людей. Пусть каждый уповает, что Всевышний приведет его в высший мир и не отвергнет от себя. Понятно, да? То есть восьмой тип упования, что ты, значит, надеешься, не просто надеешься, ты уверен, что ты получишь это вот невероятное счастье. И уже тогда, что дает вот этот бетахон? Он дает радость. То есть если представить, вот представьте ситуацию, сейчас, например, Оксане, да, Оксане Дольс, говорят, Оксана, значит, вы выиграли в лотерею миллиард долларов. Она говорит, в смысле? Да, точно, выиграли в лотерею миллиард долларов, но вы пока деньги не получаете, они там через год к вам на счет перейдут. То есть вроде бы ничего же не изменилось физически в ее мире, но я думаю, что Оксана будет год этот, зная, что через год ей придет миллиард долларов, она уже будет год этот радоваться, что у меня финансово все вопросы решены. Теперь человеку, который уверен, что у него есть вот это вот высшее счастье, духовное счастье в грядущем мире, он понимает, что на вечность его вопросы решены. И у него уже в этом мире тогда есть та же самая радость, как будто бы у меня через год мне придет миллиард долларов на счет в финансовом плане. То есть если ты в этом уверен точно, что вот я выйду из этой души, ну там со всеми попрощался все и пошел дальше в такое наслаждение, что уже хорошо. Он говорит, но не следует надеяться, не заслужив добрых дел. То есть ты как в вопросах тела, как в вопросах заработка, то есть ты должен верить, что будет все хорошо и делать для того, чтобы было это хорошо. Поэтому тут точно так же не следует только верить, надеяться, что все будет хорошо в грядущем мире, не заслужив добрых дел. Лишь в том случае, когда человек изо всех сил занимается деланием добрых дел, он поднимается на сопутствующие этому ступени благочестия. Но суть в том, что он удалит из своего сердца любовь к этому миру и обретает любовь ко Всевышнему. И в этот момент меняются его приоритеты. То есть если у него бетахон настрой, что у меня там будет все хорошо, то у него уже сейчас появляется некое направление для его поступков. И он начинает больше делать тех действий, которые его приводят туда. И поступая так, и уповая, что Создатель окажет ему безвозмездное добро, подобно тому, как он оказал безвозмездное добро всем пророкам и благочестивым, счастлив он становится, счастлива его доля. «Упование на Всевышнего – это весьма доброе и великое достоинство. И человеку необходимо много трудиться, исправляя себя, прежде чем он войдет в глубину упования». Значит, я вам скажу, что я живу в религиозном мире уже с 2000-го года, вот так прям конкретно. И я видел, ну, люди, которые по-настоящему вот уповали на Всевышнего, то есть у них был стопроцентный бетахон. Это вот Таравыцкак Зильберзе, хранат Сидих Левраха. Он был всегда веселый, у него не было вообще минуты, я не видел, чтобы он был в каком-то не таком несчастливом, невеселом состоянии духа. Почему? Он вообще не беспокоился, что будет завтра, через минуту. У него, когда он умер, его сын Рав Бензион Зильбер, он говорил на похоронах, говорят, как Эспед это называется, ну, речи о покойном, да, кто ушел из этого мира. И вышел Рав Бензион и говорит, вы знаете, говорит, у моего папы была внешне, может быть, очень тяжелая жизнь, да, он сидел в тюрьме, там было ему достаточно тяжело. Но внутренне у него была очень простая жизнь. У него в жизни был только один вопрос и одна проблема. Что Бог от меня хочет в этот момент? У него больше не было никаких других размышлений, никаких других проблем, никаких других сложностей. Он думал только о том, что Бог от меня хочет в данный момент и что мне сделать в данный момент. Он не беспокоился о завтра, не беспокоился о будущем. То есть вся его жизнь была очень простая такая вот, как игра. Ну, это я уже от себя добавил комментарий, как игра. Он сказал, что у него была с другой стороны очень простая жизнь. У всех людей много вопросов, а у него один вопрос был. Это же очень такая приятная жизнь. Уповающий на Всевышнего, пишет автор книги «Пути праведников», уготовлен получить милость. Как написано в Таилим, в псалмах сказано так, 32-й псалм, 10-й отрывок, что «абутеах баашем хесет исовевену». Тот, кто полагается на Всевышнего, милость Всевышнего будет его окружать. То есть у него будет все получаться. Почему сказано окружает? Потому что уповающий на Всевышнего должен в некоторых случаях вести себя вопреки собственной выгоде в этом мире. Он должен наставлять ближних и все общество, даже если есть опасения, что они навредят его телу и имуществу. Ему следует не надеяться на помощь родственников и друзей и отказаться идти с ними, если те не идут по доброму пути, и не льстить им. Ему также придется отставить многие дела этого мира и освободить свои мысли от суеты этого мира и заниматься изучением Торы. Для этого необходимо великое упование на Всевышнего. Поэтому сказано, милость окружает его. Упование невозможно без веры, ну и так далее. То есть у нас есть еще... дальше идет про веру. То есть у нас в этой главе про радость, очень она самая длинная глава. То есть у нас еще пять страниц, значит сегодня мы заканчиваем. Я думаю, что у нас еще будет два или три даже урока про радость. Сейчас мы изучили, продолжаем изучать, бетахон упования на Всевышнего как средство для увеличения радости. Если я спокоен, что все будет хорошо, значит я буду радоваться. Вот я сейчас, например, у меня в 11 начало тренинга, а я даже не знаю, есть ли у меня презентация для этого тренинга или нет. Но я уповаю на Всевышнего, что даже если нет, то хорошо, а даже если есть, то еще лучше. То есть я уповаю, что все, что происходит к лучшему, поэтому я радостно сейчас заканчиваю урок. Лилу не шмай для поднятия души Бася Бат Лея, Бася Бат Михаил, ее звали, дочка Михаила, дочка Лея. Вот, сегодня Юйорцайт и шавуа то всем, хорошей недели. И чтобы Всевышний дал нам удачу, успех во всех хороших делах, и чтобы Всевышний дал нам упование. Вот это вот упование, значит бетахон, что все будет хорошо. А через него большую радость. Все, всем удачи, успехов. Сегодня уроков для партнеров, спонсоров не будет, но это все к лучшему. Потому что я в Ригу приехал, и я в Риге здесь нашел книгу, которую я сейчас Якова Шатадина попрошу прямо купить, чтобы уже следующий урок у нас будет уже по этой книге. Я вам сейчас покажу эту книгу. Я здесь в шаббат нашел удивительную книгу. Называется эта книга... Вот она. Я попрошу сейчас Якова Шатадина ее купить, как раз моему приезду в Израиле найти. Называется она «Оцер Сгулот Араби». Сокровищница Сгулот. Это волшебных средств, которые Араби советовал людям. Святые Сгулот. Сгулот это как лайфхати, только духовные лайфхати. Святые Сгулот для всех... Для всех сфер жизни. И эти Сгулот собраны из писем Любая Араби Мелюбавич. К нему приходили люди со всего мира, там, премьеры, президенты, просто люди. Он говорил им, что делать, у них происходили в жизни чудеса. И тут собрали по всем вот этим вот темам, собрали, что он им советовал. Например, первая глава «Шедух». «Как жениться удачно». Вторая глава «Как выбрать дом, мигурим, все, что связано с местом жительства». Третья глава «Шломбайт». Это семейное, чтобы был шалом в семье, семейное отношение. Четвертая «Как забеременеть, да, те, у кого нет потомства». Пятая глава «Беременность и роды». Шестая глава «По именам, как назвать ребенка вообще, все, что связано с именами». Седьмая глава «Как женить детей». Шедух Еладим. Восьмая глава «Дети, которые сошли с пути». Дети сошли с пути, значит, бывает иногда, что дети не идут по пути святости, не идут по пути, как родители хотят, чтобы они шли и к нему обращались. Что делать в этих ситуациях? Он давал им разные… Он просто давал советы, а были какие-то такие вот необычные вещи, которые он говорил, там, надо делать, которые больше всего влияют на эту сферу жизни. Ну и так далее. То есть, излечение глаз, излечение ног, вообще разные проблемы здоровья, значит, излечение детей, значит, разные проблемы с детьми, ну и так далее. То есть, есть каос, гнев и отзбанут, гнев и раздражительность, пахот и доага, страх и волнение, ну, беспокойство, забывание, если человек забывает. Отзбут вы дик-дук – это грусть и, ну, депрессия уже более сильная грусть. Байот нефеш, разные душевные расстройства, да. Парносавы ассатим клали, как зарабатывать. То есть, книга вообще сокровищница. Поэтому мы будем проводить вот этот вот второй урок воскресенья, именно по этой теперь книге. Это просто реальная сокровищница. Я в субботу читал прям вообще. Все, друзья, удачи и успехов, значит, встречаемся с Божьей помощью завтра в 10, да, завтра в 10. Все, всем удачи и успехов, счастливо, до встречи, чтобы Всевышний благословил всех хороших, добрых людей, чтобы был мир в душе, мир в семье и мир, значит, во всем мире. Счастливо. Счастливо.